Они этим пользуются, а нам не дают. Черный дыран с физической точки зрения достаточно простой объект. Смотри, чувак, это не так. Вы не хотите поговорить о теории струн? Это прям серьезный вопрос. А если бы я родился у других родителей? Мне кажется, что мы родились слишком рано. Ура! Действительно, вот мы тут дураки. Как полюбить физику? Неопределенное понятие. Можем ли мы вообще гипотетически изучать реальный-то мир? Что это значит, непонятно. Обвините Эйнштейна в одном, в другом. Еще на ком-нибудь потопчитесь. Страх будущего. Друзья, всем привет. Это подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у меня в гостях Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, популяризатор науки, автор книг и... Книги, которая называется «Все, что движется». Прогрузки по беспокойной вселенной. Остальные не авторские, а какие-то переводы научные, научно-популярные. Кстати, некоторые были книжки отличные. Это мне легко говорить, потому что я не являюсь их автором. Вот. Тем не менее, в качестве автора я автор одной книги, но мы не о ней, наверное, сегодня будем говорить. Хотя, может быть, ее и затронем. Я не возражаю. Я не возражаю, если она вдруг всплывет. Хорошо. А мне почему-то отложилось, что вы автор многочисленных книг. Нет, я еще... Нет, 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 нет. Вы... Как, у вас страх будущего? Да. Вот. Это вы из будущего смотрите. Из возможного будущего. Кто его знает, в общем, как получится? Я надеюсь. Я начал читать книгу. Мне вот альпинный нонфикшн подарили. И я прям зачитываюсь. У меня просто мало времени, поэтому я прям... А, книга толстая. А, вышла она действительно в альпине нонфикшн. Вот. А мы с ними сотрудничаем. В каждом выпуске у меня есть реклама. Книга, можно купить. В этот раз реклама уже прошла? Нет, она будет чуть-чуть позже. Но по промокоду FUTURE можно купить со скидкой книги на сайте Альпина. Вот. Поговорить я сегодня с вами хочу про физику и все, что с этим связано. Но прежде чем начать, у меня есть стандартный вопрос для гостей. Как прошло ваше 24 февраля и какие эмоции в этот день испытывали? Ну, как прошло, труд запомнить, потому что была главная эмоция, и я не мог поверить в происходящее. И она, в общем, примерно никуда не делась. Вот. Как вы с этим справились? То есть что до нового силы? Никак, никак. Никак пока. Все равно опустышно. Пока я никак не справился. Спасибо большое. Реклама. Мой основной вид деятельности – это продажа рекламы блогера. Это бизнес, где коммуникации имеют доминирующее значение. Расскажу вам историю, которая, если не спасет вам жизнь, то как минимум может сохранить вам деньги и нервы. Для запросов клиентов на площадках блогера указаны контакты. Обычно это почта, иногда телеграм. В телеграм-канале блогера был указан контакт менеджера, но менеджер не позаботился о своей безопасности, и у него не была включена двухфакторная авторизация, и не было облачного пароля. Менеджер получил фишинговое письмо, но утверждал, что никуда не переходил, никакие логины и пароли не вводил. Но данный вид взлома самый распространенный, поэтому, скорее всего, это был он. Но хакеры не начали рассылать сообщения друзьям с просьбой скинуть денег, а изменили короткий адрес телеграм. Для примера, собака-юзер нижнее подчеркивание ира они изменили на собака-юзер нижнее подчеркивание л-р-эй. Но адрес собака-юзер нижнее подчеркивание ира был указан как контактный для общения с клиентами. Затем они создают новый аккаунт и занимают старый адрес менеджера. И вуаля, все входящие запросы обрабатывают мошенники. В переписке менеджера они находят сканы паспортов и других документов для подтверждения, используют их перед клиентами, принимая оплату на криптокошельки и другие формы оплаты без договора. Все это продолжается больше двух месяцев, пока на почту не начинают писать рассерженные рекламодатели, которые заплатили деньги, но не получили услугу. Как итог, испорченная репутация, коммуникация и необходимость компенсировать убытки. И это только один случай из тысячи. Хакеры действуют масштабно. Только за 2022 год хакеры украли более 2 млрд долларов в криптовалюте. А общий прогнозируемый ущерб от киберпреступлений за 2022 год оценивается в 6-8 трлн долларов. Для сравнения, в 2018 оценка была около 3 трлн. Это значит, что спрос с годами на специалистов по кибербезопасности только растет, как и их зарплата в среднем 150 тысяч рублей. Они создают систему безопасности для самых разных компаний, от банков и IT до ритейла и больниц. Проверяют надежность системы безопасности и оценивают возможные риски. Например, могут в тестовом режиме напасть на сервис, чтобы найти и устранить уязвимости до того, как о них узнают реальные хакеры. А если настоящие нападения или утечка данных все-таки случились, расследуют, как и почему это произошло. Скучно на такой работе точно не будет. Освоить перспективную профессию можно на онлайн-программе «Информационная безопасность», которую разработали Skill Factory совместно с МИФИ, первым университетом в рейтинге Forbes по качеству образования, особенно в IT и инженерных специальностях. Обучение очное, но проходит онлайн. Вы сможете учиться на программе МИФИ из любого города. Программа спроектирована так, чтобы у студентов хватало времени на работу и личную жизнь, и подойдет даже если у вас нет технического образования, и вы никогда не работали в IT. Получать практический опыт вы будете уже в процессе, на реальных проектах, от компаний-партнеров ВКонтакте и Алиэкспресс, которые пойдут в ваше портфолио. Вам будет что показать на собеседовании. По окончанию вы точно будете знать, как попасть и работать в IT. Вместо страха и сомнений перед будущим появятся уверенность и четкие планы. Также вы получите удостоверение государственного образца от МИФИ, а Центр карьеры поможет подготовить резюме и трудоустроиться на новой профессии. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании и подавайте заявку. А мы продолжаем. Страх будущего. Начнем про физику. Дело в том, что я... Ну, вот есть такое деление гуманитарий, технарь, да. И вот я почему-то всегда себя относил к гуманитариям и не считал, что я там технического склада ума и так далее. Вот после 18 лет у меня начался ренессанс, такое увлечение научпопом. Я начал читать книги, в том числе за вашей рептурой. Ренессанс после 18 лет — это неплохо, да. У некоторых ренессанс после 50 или после 60. У меня просто в детстве было увлечение. Я читал всякие про космос, подшивки, журналы. Потом как-то все это ушло в подростковый период. И вот я про физику свою вспоминаю, школьную. У меня была то ли тройка, может быть, четверка в лучшем случае. То есть я прямо плохо учился по физике. И вот вы как популяризатор науки, как доктор физико-математических наук, и вы в том числе лекции для детей читаете. Для взрослых, предпочитаю. Ну, для детей по большим-большим праздникам, да. Как полюбить физику? Ой, не знаю, как полюбить. Давайте начнем с того, что вот это вот подчеркнутое деление на физиков и остальных, или как бы их там ни называли, да, оно, конечно, как мне кажется, не могло возникнуть раньше, там, 50-х, 60-х годов 20-го века, а произошло буквально следующее. До Второй мировой войны и в начале 20-го века. Занятие физикой, ну, мало чем отличалось от занятий филологией в том отношении, что оно интересовало ограниченное количество людей, которые находились внутри своего профессионального круга. Ну, вот Резерфорд зачем-то изучал структуру атома. Он еще не знал, конечно, что он изучает, ну, да, он изучал, знал, что он изучает структуру атома, не знал, что он откроет атомное ядро. Не он, кстати, придумал слово. И так все это вяло. Вот можно было интересоваться классической филологией, а можно было интересоваться структурой атома. Конечно, методы разные, и в одном случае есть приборы, и есть какая-то теория. Теоретический аппарат есть. В филологии, конечно, тоже есть свой теоретический аппарат. В лингвистике есть свой теоретический аппарат, в других, во всех науках. А потом выяснилось, что вот это вот эзотерическое знание, ну, что нам с вами до того, что там в атоме, и какого там размера ядро. Это эзотерическое знание превратилось в атомную энергию, в ядерную энергию. Вот, ну, слово атомное так специфически звучит. Это ядерная энергия, она из ядра исходит, которая маленькая-маленькая-маленькая часть атома. И физику в результате, там, Манхэттенского проекта, нашего проекта по созданию ядерных реакторов, ядерного оружия, изучения, дальнейшего изучения внутренности, вот, фундаментальных свойств материи, хлынуло колоссальное количество людей. Это перестало быть такой вот тихой заводью. Это произошло, вот, так было не всегда. Не всегда большое количество людей изучали физические науки и ходили потом с расправленными плечами, выпеченной грудью. Мы вот крутые, мы все знаем, мы там в наших руках, там, понимание, энергия. Это все растет из того, что в середине XX века физика стала наукой, знанием, которое имело прямой практический выход, причем в глобальном масштабе, буквально затрагивая, там, судьбы человечества. Из-за этого, кстати говоря, из-за такого количества людей, которые туда попали, ее стали, конечно, гораздо более массово преподавать. Возникли необходимость что-то, как можно больше на раннем этапе людям сообщить, что большее количество людей могло идти изучать эти, такого типа науки, этого спектра. И это не всегда хорошо сказывается на том, каким получается школьное образование. То есть иногда бывают удачи, как мы знаем, а бывает, когда на начальных этапах мы пытаемся слишком много сообщить, причем так, как если бы мы уже предполагали, что учащийся обязательно пойдет потом, чтобы он смог стать физиком, или кем угодно другим. Вот. Это не обязательно получается хорошо. Я не хочу сказать, что курс физики был так уж непременно прям-таки испорчен. Но он стал как бы это выразиться. В чем вообще сложность там? Там сложность в том, что, с одной стороны, вот у вас камень летит, или там что-то падает, или что-то катится, или ток бежит по проводам. Вот физическое явление. Можно током там сунуть два пальца в розетку и почувствовать, что там что-то есть. А с другой стороны, у вас есть какие-то математика. За этим стоят формулы. И это странное сочетание. Вот это странное сочетание. Вот мне кажется, что для тех, кому трудно... Математика работает с абстракциями, а не с летящим камнем. А там прямо к летящему камню нужно применить какие-то там относительно простые, но формулы. Мне кажется, что... Ну, это такое у меня не слишком квалифицированное ощущение, но для некоторых людей это возможно так, что люди, которые испытывают такие глобальные трудности вот с изучением физики, ну, помимо того, что, по-видимому, в данном случае не очень хорошо, уж точно не очень хорошо преподают, еще это связано с вот этим вот разрывом между тем, что можно пощупать, посмотреть, там, обо что можно уколоться, что можно бросить, там, поджечь, там, при желании вот еще что-нибудь сделать. И математическими манипуляциями, которые иногда избавляют нас от необходимости что-то бросать, а сложные манипуляции избавляют нас от необходимости что-то там даже взрывать, поджигать и так далее. Удивительное свойство этой науки, уже отвлекаясь от образования, потому что это свойство этой науки, состоит в том, что для всего, что мы знали до сих пор про физику, всегда находилась какая-то математика, которая ее достаточно адекватно ухватывала. Это странное свойство, вообще ниоткуда не следующее, потому что в мире у нас есть там растущие деревья, текущая вода, дующий ветер, падающие камни, ну, там, не знаю, летящее копье или там что-нибудь еще. Вот. И там, но ниоткуда не следует, что многие из этих процессов описываются достаточно простой математикой. Это прямо удивительно, что достаточно простой. Ну, революция нового времени, мы уже забыли про образование и перешли к обзору, так, как бы сказать, восхождение физики как системы знания к ее вот нынешнему масштабу. Но наука нового времени началась с того, что Кеплер сначала угадал, без всякой физики, по результатам наблюдения, угадал, по каким траекториям движутся планеты, оказалось, что это не окружности, а элипсы. Да, да, что Солнце не в центре, а в фокусе элипс. У него есть такие две особых точки Солнца, и в одной из них, в другой решитель ничего нету, то есть симметрия так нарушена, что планета движется по этому элипсу то быстрее, то медленнее, в зависимости от расстояния до Солнца, потому что оно меняется. И что более того, что если возьмете две таких планеты, неважно какие, у них правильным образом коррелированы размеры этого элипса и год на этой планете, время, за которое она делает полный оборот. Три вообще никак не связанных логически между собой законы. Почему такие? Почему их три, а не какой-нибудь еще? Вообще непонятно. Это были описательные вещи. Потом появился Ньютон, который придумал простую математику, и, ну, по нынешним временам простую. Я подказал, как хотел сказать. Ну, дифференциальные числения. Да, хорошо, да, дифференциальные исчисления. Да, придумал дифференциальные исчисления. И очень простые законы, типа закон всемирного тяготения Ньютона. Ну что, сила обратно пропорциональна квадрату расстояния. Все, больше ничего знать не нужно. Вот в 10 раз дальше, в 100 раз слабее. В 1000 раз дальше, в миллион раз слабее. Вот, собственно, и все. И к центру тянет. И отсюда, из этого одного факта и его законного движения, с помощью той самой математики, прям последовали, последовали. Прямо вот три закона Кеплера. Они перестали быть независимыми, перестали быть самостоятельными. И, как таковые, сейчас воспринимаются только как следствия. Они, конечно, правильные, но они воспринимаются как следствие более общих фундаментальных принципов. И так продолжалось и дальше. Мы продвигались в... Ну так, Вселенная для человека расширялась. И Солнечная система расширялась. И наблюдения за Солнечную систему потихонечку, так сказать, совершенствовались. И вглубь материи мы постепенно, медленнее, но постепенно проникали. Там, куда очень трудно посмотреть и где ничего нельзя пощупать. И странным образом этому долгое время сопутствовала каждый раз какая-то математика адекватная этому делу. И это странная математика. Она нам говорит о всем, что может случиться. Как только мы действуем, мы из опытных фактов извлекаем что-то, говоря, вот у нас есть закон природы. Потому что на него ложатся то, что мы наблюдали до сих пор. А дальше мы начинаем смело применять его к явлениям, которых мы раньше не изучали, не знали, к новооткрытым явлениям. А бывает и более такой, как бы сказать, парадоксальной истории. Мы получаем математические предсказания новых явлений, а потом ищем их в природе, иногда находим. Страх будущего. Друзья, этот проект начинался как сублимации моей тревожности и страхов. Но кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму, нам важна не сумма, а регулярность. Достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Boosty, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указания в титрах, отдельная благодарность в видео, дополнительный контент, бэкстейша съемок, закрытый чат Telegram для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука. Страх будущего. Когда мы говорим про законы, это понятно, это очень жесткая формула и так далее. Но когда мы говорим про реальный мир, так называемый, то возникает вопрос, что мы работаем с моделями. Точнее, наука работает с моделями. Они могут быть достаточно упрощенными, но достаточными, чтобы делать прогнозы с определенной грубостью. Но тогда возникает вопрос, а можем ли мы вообще гипотетически изучать реальный мир? То есть или это настолько будут какие-то сложные математические аппараты, или какие-то настолько нужны мощные компьютеры, что у нас никогда не будет таких вычислительных мощностей, чтобы работать с реальной... Я даже не могу это сформулировать. Это нет, вы прекрасно это сформулировали. Это необычайно глубокий вопрос. В принципе, все оставшееся время, даже занимая все рекламные паузы, мы, в принципе, можем обсуждать только его. Это прямо супер. Это прямо... Ну, начнем с него. Это прямо супер вопрос. Начало стоит в том, что... У меня, собственно, только одно возражение. Вы говорите, вот законы — это что-то строгое. Сейчас, смотрите, законы — это мое представление о том, как работает тот кусок Вселенной, который я изучил. То, что для него находится какая-то математика, вообще говоря, довольно удивительно. То, что для силы, с которой там все ко всему притягивается, находится математика, те самые обратные квадраты. Ну, мы, конечно, к этому привыкли. Но, в общем, это довольно удивительно. А это, конечно, модель, как вы выражаетесь. Этот закон нигде, как бы сказать, вот это не богодохновенная вещь. Это то, что мы придумали для того, чтобы описывать природу. И пока он работает, мы говорим, отлично. Мы не знаем, почему так. Мы, правда, совсем не знаем. Но мы им пользуемся. И это одно предположение. Неважно, сколько год дурацкое. Ну, сколько год странное поначалу может быть. Многие вещи поначалу казались очень странными, пока к ним не привыкли. Неважно, насколько оно странное. Если оно описывает, одно предположение описывает, сто тысяч явлений, ну, я так условно говорю, масса такие, ну, отлично, мы будем им пользоваться до тех пор. До каких пор? До тех пор, пока оно не начнет давать сбои. Тогда мы прекрасно понимаем, что законы природы, которые мы сформулировали, в массе своей, ну, в большинстве, я бы так сказал, за возможным редким исключением. Это не окончательная истина. То есть это прям то, что вы говорите про модели. Это некое наше приближение к описанию реальности. И их можно совершенствовать. И есть условия, где, наверное, все, практически все, которые мы сейчас знаем, как законы природы, вот такая крутая вещь, они тем или иным способом нарушаются или модифицируются. Не про все мы знаем, где это происходит, но, ну, почти... Ну, вот гравитация, например. Это прямо вот классический пример. С помощью вот этих обратных квадратов Ньютона удалось объяснить огромное количество вещей. Огромное. Почему Луна повернута к Земле одной стороной? А почему, значит, дальше наблюдение над известной, последней известной планетой в Солнечной системе, Уран, выявили, что он по-своему эллипсу летит, не точно по эллипсу, а колышется там, то в одну сторону, то в другую, и слегка то ускоряется, то замедляется, что важно, не совсем по Кеплеру, на него кто-то влияет. Учли влияние двух соседних больших планет, оказалось, что все равно остается неучтенная выход из-под контроля. Тогда предположили, что есть еще одно небесное тело, которое на него влияет именно таким образом, чтобы вот то, как наблюдается. То есть оно находится, где-то находится, и находится там, чтобы влиять таким образом, чтобы вот это совпало с тем, что мы наблюдаем. И в результате удалось вычислить неизвестную планету, где она находится на небе, и почти в точке, близко к тому, где она была предсказана, ее на небе нашли. Так открыли Нептун. Отлично. Мы пользуемся, прямо вот иллюстрация, мы пользуемся выведенным из природы законом, законом всемирного тяготения Ньютона в данном случае, чтобы, ну и там законами движения Ньютона, конечно, тоже, чтобы прямо расширить свое знание. Мы не представляли том, что есть планета, мы ее на кончике пера вычислили. Отлично. А теперь ровно противоположная ситуация. Не на границе Солнечной системы, а наоборот, ближе всего к Солнцу, самая первая планета, Меркурий, вращается вокруг Солнца тоже не совсем по Кеплеру. Ну, не по Кеплеру Ньютону. Мы теперь знаем, что Кеплер следует из вот этого самого закона всемирного тяготения Ньютона. А там сам эллипс, он вроде вращается по эллипсу, но сам эллипс немножко поворачивает, совсем чуть-чуть, там на 43 угловые секунды в столетие. И какое предположение было у того человека, Леверье, который за 15 лет до этого вот предсказал планету Нептун, что есть еще одна планета, которая летает близко к Солнцу и таким образом воздействует на Меркурий. Он даже назвал ее вулкан. Даже примерно было известно, с какой скорость она должна оборачиваться вокруг Солнца. А почти угадал, это Венера, получается. Нет. Нет. Она ближе... Вот, смотрите, она ближе к Солнцу, чем Меркурий, еще ближе. Она могла бы существовать. Задним числом, есть колоссальная ирония состоит в том, что когда там сто лет спустя и больше мы открыли много экзопланетных систем, такие вулканы, такие планеты, их так не называют, их называют суперземли, такие планеты, близкие к своей звезде, очень горячие и очень быстро вращающиеся, они в избытке существуют. Вблизи Солнца она могла бы существовать и могла бы влиять на Меркурию. Но ее нету. Ну нет и все. Ее нет. Спрашивается, почему Меркурий так себя ведет? Ответ оказался ровно в противоположную сторону. Потому что закон неточный. Потому что закон всемирного тяготения Ньютона не является точным и финальным знанием. И законы движения Ньютона, сами вот законы движения, второй закон Ньютона так называемый, уравнение движения, то, как тело реагирует на приложенную к нему силу, оказался не точным знанием. Его нужно было усовершенствовать. Причем одно усовершенствовать так слегка, а другое закон о тяготении усовершенствовать очень сильно. Это был очень сложный процесс, который привел к построению такой современной теории гравитации, которая по-другому называется общей теорией относительности Эйнштейна. И видите, значит, в ней, это оказалась следующая модель. В ней, значит, первая модель была, как вы выражаетесь, я отвечаю на ваше замечание про модели. Первая модель была закон о всемирном тяготении Ньютона. отлично работала, много чего писала. Не только Нептун нашли, много чего другого объясняется. С его помощью мы посылаем людей на Луну, возвращаем их обратно. С его помощью мы понимаем, какие тела разрываются, как гравитация разрывает одни маленькие, ну, средние тела при приближении к большим и так далее. А вдруг, бац, есть область, где она не работает. И нужно понимать, что наша модель на этом дает сбой. Нам нужно думать дальше. У меня просто в голове как будто бы есть разница между моделью закона и моделью, когда мы пытаемся просчитать реальность, как будто это уже сложная система. Как вот задача трех тел, да, вот есть, когда в системе больше трех объектов, то, соответственно, их взаимодействие рождает настолько сложные процессы. Начиная с трех даже, да. Да. То, соответственно, мы уже, нам нужно настолько много просчетов делать, настолько сложные... А, вы все в тех компьютерах думаете. Ну, я не знаю, просто как... У меня понятийный аппарат просто... Нет, нет, смотрите, смотрите, все хорошо. Просто в компьютеры мы кладем всего лишь... Чем компьютеры занимаются? Мы кладем в них наше представление об уравнениях. И они начинают решать эти уравнения. Их нельзя решить в виде формулы. Вот Ньютон... Еще одна удивительная... На секунду отвлекусь. Потом вернусь к компьютерам и моделям. Удивительный факт стоит в том, что вот задача Кеплера, то есть вот летает одна планета вокруг Солнца, по какой территории она летает. И удалось решить математически. Вот те самые уравнения Ньютона с законом всемирного тяготения Ньютона. Прямо предъяви формулу. Прямо вот эта формула, эллипс, решает эту задачу. А в задачах... И там не нужен компьютер. А в более сложных задачах вы уже не можете предъявить формулу. Даже в задачах, в ограниченной задачи трех тел. Там Земля, Луна и космический корабль между ними. Вы не можете одной формулой описать его траекторию. Там его можно запустить по траектории, которые... Ну, в общем, все траектории описываются очень сложно. Тогда мы берем компьютер и говорим компьютеру, ну, давай, значит, прорисовывай нам эту траекторию шаг за шагом. Но только на основе чего ты, компьютер, будешь это делать? На основе того, что мы тебе сообщаем, какие уравнения движения. Что такое уравнения движения? Вот сейчас действует вот такая сила в зависимости от вот таких вот положений всех участников. Щелк, маленький шажок времени прошел, все положения чуть-чуть изменились, сами силы чуть-чуть изменились. Снова считайте, как новые силы в зависимости от новых положений влияют на каждого из участников. Стробоскопическая лампа вспыхивает. Следующий кадр. Они еще немножко сдвинулись. Вот так действует компьютер. Он маленькими шажками продвигает эволюцию вперед. Шажки должны быть достаточно маленькими, чтобы эта штука была точной, что там создает ряд сложностей, когда что-то меняется страшно быстро. Так что компьютерная модель это просто наша неспособность, известные нам уравнения, ну те, которые мы, собственно, собираемся сейчас пользоваться, предъявить их решение в каком-нибудь другом виде, кроме нарисованного графика. Вот тогда мы просим компьютер нарисовать график. Но построение модели происходит, как правило, в момент, ну в широком смысле мы фактически занимаемся построением модели, в тот момент, когда мы говорим, значит, слушай, мы это учитываем, это мы учитываем, а вот притяжение там Юпитера и Сатурна, ну если говорить про космос, мы уже сейчас учитывать не будем. Ну вот не будем и все. Вот такая у нас модель. Потом приходите вы и говорите, ребят, у вас что-то не сходится, а вы не хотите притяжение Юпитера учесть? Мы говорим, да, слушай, действительно, вот мы тут дураки. Вот эта вот комета, ее оказывается Юпитер там не сразу, а после, не знаю, там десяти тысяч витков вокруг Солнца. Может разбалансировать и там сдвинуть с ее орбиты и куда-то там сорвать. Теперь нам понятнее, что происходит, говорим мы. Но, значит, модель состоит с одной стороны из вот указания конкретных физических факторов, которые мы учитываем, конечно. Но с другой стороны, она, несомненно, несомненно, включает в себя то, как мы полагаем, объекты, участники событий разговаривают друг с другом. Они разговаривают друг с другом посредством вот установленных нами физических законов. Ничего другого у нас нет. Мы можем взять более сложные законы, а можем взять более простые. Например, когда мы изучаем эволюцию всей Вселенной, мы моделируем ее в компьютерах, мы делаем какие-то предположения, но мы можем пользоваться, начиная с какого-то момента, пользоваться вот законом гравитации Ньютона, а можем более точным и часто очень близким результаты, дающим законам вот этой гравитации, Эйнштейнская гравитация, общей теории относительности. Второе, гораздо сложнее, дает чуть-чуть более точные результаты, в некоторых случаях радикально более точные, но в некоторых случаях чуть-чуть более точные. Поэтому вот вопрос состоит в том, какую модель мы выбираем. Выбор законов, это в некотором роде выбор модели. Ну, то есть космические корабли, нам достаточно Ньютоновских законов, чтобы в рамках галактики, например, перемещаться или какие-то астрофизические явления изучать, нам нужно учитывать уже... Многие астрофизические явления, ну, по галактике мы фиг переместимся, мы сами, а на слишком, мы до границ Солнечной системы не можем долететь, вот, а, значит, до галактики нам, вот, мы там не будем, это можно обсудить отдельно, мы не попадем туда никогда, но, да, многие астрофизические явления требуют, требуют учета уже вот более сложной теории к реакции. Например, вот, чтобы прямо конкретный пример, мы в центре нашей галактики, путем довольно таких через пыль нужно смотреть, через там мешающие звезды, мы же через весь диск смотрим туда, в центре нашей галактики, обнаружили там с десяток, там, с дюжину звезд, которые довольно быстро летают вокруг пустоты, ну, ничего там нет, вот они вокруг чего-то летают, а ничего там нет, а мы там ничего не видим, вообще ничего, ну, что там, пыль загораживает звезду какую-то, что дальше мы выясняем, что, ага, орбиты-то мы их посчитали, мы не все, там, лет за 20 наблюдений, мы не все, только у одной мы полностью, полностью проследили орбиту, она очень быстро летает, там, за 20 лет она сделала оборот вокруг пустоты, у других, которые дальше уходят, мы только часть орбиты наметили, но этого нам достаточно, мы понимаем, что это в первом приближении кеплеровые эллипсы, а дальше начинаем изучать точнее, что происходит, и видим, ха-ха, что это уже даже не совсем кеплеровые эллипсы, что некоторые из них, самые ближние, летают так быстро, что они поворачиваются, эти эллипсы тоже поворачиваются, и там уже нужно применять, если мы хотим очень точно это описывать, уже там нужно применять вот эти более точные знания, общей теории относительности, ну, кстати говоря, ответ на пазл, а что там в центре, это вот у нас только один вывод, у нас только одно тело, которое можно предположить, там черная дыра, там черная дыра, а массу ее из этих законов мы как раз находим, мы видим, какое тяготение, глядя на орбиты, мы узнаем, какое тяготение она создает, и отсюда находим ее массу, заметьте, задача в некотором роде противоположная, поиску Нептуна, в случае Нептуна, вот Солнце сидит в центре, вокруг него там летает кто-то, и в том, кто как летает, есть аномалия, значит, наверное, летает кто-то, уран летает с аномалиями, наверное, эту аномалию вызывает Нептун, отлично, нашли Нептун, здесь, не то чтобы даже аномалия, здесь центральный объект не виден, здесь мы как бы видим звезды, которые летают вокруг, а штуку в центре, мы не можем наблюдать, все, что мы про нее знаем, ну, сейчас уже не все, но долго, сейчас узнали больше, ее там посмотрели в радиодиапазоне, но долгое время все, что мы про нее знали, это вычисления на основе известных нам законов природы и наблюдений, которым нужно давать объяснения, если бы у нас были произвольные объяснения, понимаете, как устроена наука, если бы у нас были произвольные объяснения, мы сказали, ну, это вот как раз такой случай, в центре галактики как раз такие законы, что планеты летают вокруг, звезды могут летать вокруг пустоты, вот такой взгляд на мир, он по-своему прекрасен, но не дает никакой предсказательной силы, понимаете, и не проверяет ни одной вашей, не верифицирует и не отвергает никаких ваших предположений, если вы делаете произвольные гипотезы, или вы начинаете говорить там что-нибудь, там что-то так вот закручено именно так, что они именно так летают, нет, мы, наука вот находится в жестких, сама себя ставит по определению в жесткие условия, пользоваться тем, ну, моделью, да, я согласен с вами, что это модель, но какой-то из общепринятых моделей, и мы будем ею пользоваться до тех пор, пока она хорошо объясняет, когда она перестает хорошо объяснять, универсальная ситуация, мы начинаем чесать в затылке, либо кусок мира, который не учитывается, либо, если вот мы все учли, как в случае Меркурия, вот, а он все равно неучтенный поворот орбиты Меркурия, значит, что-то не так с нашими законами, значит, с нашими, ну, выражаясь вашим языком, который я совершенно не отвергаю, с нашей моделью, это наша модель мира, вы задаете более сложный вопрос, вот одна модель, за ней более сложная модель, за ней более сложная, а где конец? Я понятия не имею, где конец, это философский вопрос, и поэтому, когда вы задаете вопрос, а что лежит в основе реальности, какова реальность, и можем ли мы напрямую описывать реальность, я даже не знаю, что сказать, мы реальность можем наблюдать в некотором роде, но вот то, что мы наблюдаем непосредственно... Фрагменты реальности. Да, потому что то, что мы наблюдаем, это довольно ограничено, вот в нашей, понимаете, вообще наше, все наше представление о реальности основано на нашем жизненном опыте, который просто был нужен нам для выживания, вот я знаю, что если я там камень брошу, то вот он полетит, если вы видите летящий у вас какой-то кусок чего-то, вы примерно понимаете, с какой скоростью он летит, и вам нужно уворачиваться, ну и в общем у нас есть некая предсказательная сила, если что-то начинает падать, то нужно убегать, пусть сейчас она упадет и раздавит, и так далее. А когда мы говорим о далеком мире, далеком дистанционно или вглубь вещей, то там наблюдения совсем не такие простые, они включают целый ряд опосредованных таких шагов, они опосредованы через приборы, через интерпретации того, что показывают приборы и так далее. Все это остается, в общем, внутренне согласованным, но ответить вам на вопрос, а что такое реальность, я решительно не в состоянии. Я в глубине души думаю, что да, есть звезды, есть галактики, есть черные дыры, звезды излучают свет, в них происходят ядерные реакции, потому что есть атомные ядра, но вы начнете спрашивать, ну хорошо, а вот ядро, оно что? Я скажу, ну оно состоит из того. А это что? В конце концов мы дойдем до чего-то, что я скажу, я не знаю, что это. Я знаю, что вот из него, ну из кварков в данном случае, вот из них там все состоит, но что такое кварк, я его не могу сказать, потому что у меня нет способа это сказать, потому что это фундаментальная вещь, которую, если бы я мог ее объяснить через какие-то другие, она не была бы фундаментальной. Тогда, если сейчас придет кто-нибудь из наших зрителей, скажет, я знаю, что такое кварки. Это такие закрученные направо или налево сгустки энергии, еще завязанные маленьким бантиком. Вот, ну что они такое? Я скажу, отлично. Но что такое сгустки, что такое сгусток? В каком смысле закручены? Чем они закручены? Вот все такие объяснения, которые апеллируют к такой псевдонаглядности, они вводят сущности, которые на самом деле не определены. И ничего, если разобраться, ничего нет, ничего. Они могут вам помочь кому угодно примириться с тем, что вот здесь какие-то маленькие непостижимые фигулины там где-то внутри. Но они, правда, ничего не объясняют. Поэтому, значит, вопрос о том, что такое реальность, особенно если мы вот дробимся, уходим вглубь вещей. Это сложный вопрос. Правда, я сейчас поймал себя на том, что когда мы уходим очень-очень далеко в космос, мы тоже фиг знаем, что такое полная реальность, потому что наблюдаемая нами Вселенная ограничена. А что за ее пределами? Потому что скорая света ограничена. Потому что скорая света ограничена, потому что Вселенная расширяется, потому что Вселенная – конечное время жизни, и свет успел дойти только от конечного числа объектов. А из-за того, что Вселенная расширяется, да еще с ускорением, они, многие, уходят туда, откуда мы их уже никогда не увидим. И, наверное, там же нет какой-то стенки, границы. Это просто то, что мы, дурацкие мы, случайно оказавшиеся здесь, видим в том смысле, что до нас успел дойти свет. Но были бы не мы, а другие чуваки в пяти миллиардах световых лет, извините меня, на Восток. Но для них была бы чуть другая Вселенная. Они видели бы больше с Востока и меньше с Запада. Я условно выражаюсь. Еще на пять миллиардов лет. Наверное, они видели бы примерно то же самое, но с Запада они видели меньше, пусть свет не успел бы дойти. От тех областей, откуда свет дошел до нас, до них бы еще не успел дойти. А наоборот, там с Востока, условно говоря, они из более дальних областей свет до них бы дошел, до нас нет. Но у нас нет возможности перескочить из одного места в другое. Мы так вот силой интеллекта в состоянии себе их представить, и, наверное, заключить, что, в общем, они видят Вселенную, ну, наверное, примерно такую же, как видим мы. Но это высказывание странным образом выскальзывает из области науки. Оно вот прям норовит сбежать из области науки. Потому что наукочное знание то, что проверяемо и фальсифицируемо. То есть можно поставить эксперимент, который фальсифицирует, значит, опроверяем. Я вам говорю, значит, там все тела падают с одинаковой скоростью. Тело падает с постоянной скоростью. Как считалось там? Галилею. До Галилеи. Не с ускорением, а с постоянной скоростью. Вот я отпускаю, тело сразу набирает скорость, с которой оно ударяется о землю. Так, по-видимому, думали в течение значительной части средних веков. Вот. А вы ставите опыт там и показываете мне, нет, смотри, чувак, это не так. Вот, значит, моя теория, она фальсифицируема опытным путем или ее можно и даже логически, наверное, проверить. Присутствие внешних сил? Нет, вот гравитация. Вот гравитация. Я беру вот этот вот бокал, отпускаю, ну, беру яблоко. Давайте так. У Ньютона и у всех падают яблоки. Вообще такой сакральный фрукт. Беру яблоко, разжимаю руку, яблоко падает. Сейчас мы знаем, что оно начинается с нулевой скоростью, проходит постепенно все градусы скорости, как выразился Галилеи, набирает скорость и падает с большей... Ну, набирая некую скорость. Если я буду кидать его с второго этажа, оно наберет больше скорости. На разных планетах она разная. 9,8... Нам на Земле 9,8... Ускорение, ускорение. Ускорение, да. Но скорость, это значит, ускорение это мера, с которой оно набирает скорость. На предыдущем витке человеческой мысли была другая модель. Ну, это... Та модель мало чего описывала количественно. То есть ничего не описывало количественно. Но модель была другая. По-видимому. Ну, так вот можно понять, что я, когда я разжимаю руку, яблоко сразу набирает ту скорость, с которой она ударяется о землю. То есть оно падает с постоянной скоростью. Это не так. Я понял. Это не так. Галилею принадлежит высказывание, что падающий предмет проходит все градусы скорости. Это круто было по тем временам. То есть означает, что он набирает все градусы, значит, все деления, все значения скорости. Он набирает скорость, пока падает. Ну вот была дурацкая модель, есть, значит, другая модель. Они должны быть верифицируемы. Возвращаясь к далеким вселенным, когда я говорю, что есть куски вселенной, которые являются как бы чуть-чуть другой вселенной, как я проверю их существование? Если вселенная, это по определению все то, что я в состоянии наблюдать. А если я не в состоянии их увидеть, то мне как-то некомфортно. А с другой стороны, мне совершенно некуда деваться, потому что я понимаю, что я вот ничем не выделен. То, что моя наблюдаемая вселенная такая, ну вот, ну так случилось. Если бы я был немножко в стороне, ну там на 5 миллиардов лет в сторону, лучше на 10, я видел бы чуть-чуть другую вселенную. Наверное, вы со мной согласитесь, нет причин, по которой ей быть устроенной сильно по-другому. А если бы я был на тысячу миллиардов световых лет вбок, тогда какую бы вселенную я видел? А можно ли задавать вопросы, если бы, потому что к ним это предположение какого сорта? Это вопрос из серии, ну не знаю, counterfactual, то, что называется. То есть он вопрос, что было бы, если бы все было не так. Ну если бы я родился у других... Это вопрос типа, а если бы я родился у других родителей? Ну понимаете, что значит я тогда? Вот. Что значит я? Тогда это был бы другой человек. Это бессмысленно, такой вопрос про себя задавать. Это тогда был бы не я. И вот такого типа вопроса, может быть, они запрещены, я не знаю. Получается что? Что наше знание к ним естественным образом подводит, а сталкивается с этими вопросами и подводит к ответам, что да, вот вселенная где-то там, нам, в принципе, недоступна. Наверное, в общем, такая же. А сталкиваясь с ним, мы испытываем легкий дискомфорт. Реклама Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющие кругозор книги, а по промокоду ВЩУЧА вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru. Читайте умные книги. Страх будущего Мне кажется, что мы родились слишком рано. В плане как цивилизация, в том смысле, что вот вселенная там 14,7 миллиардов лет. Ну да, там 13,8, да. Это уточняется. Вопрос, да-да, но там присяжные еще совещаются. Там это из-за неясности постоянных хаббла. Не важно, из-за неясности. Может быть, вы окажетесь правы, несмотря на оговорку. Из-за неясности, ну не так, не настолько, наверное, но там возраст вселенной уточняется. Окей. 13,7 миллиарда лет. И галактики нашей, ну там тоже, она родилась там сколько, 7, 8? Ну, 10-12, может быть. А, может даже, да. Окей. Галактика родилась 10 миллиардов лет назад. Этот, Солнце примерно 5 миллиардов лет назад. Ну, 4, там 6, да. Ну так, примерно, да. Соответственно, Земля 4,5. Ну, 4,5, да. Вот. И человечество существует, ну, по средней оценке 100-150 тысяч лет. Ну да. И кажется, что мы достаточно молодая цивилизация в том смысле, что если вот, например, учесть концепции, да, есть там всякие эти фильтры, трудные переходы так называемые, да, вот цивилизационные, когда вот есть типы цивилизаций по этому кондрашоу. Вот. Ну, и в общем, в научной фантастике фантасты с этим очень много работали в качестве мысленного эксперимента. И у нас такая ошибка выжившего, что мы не видим статистику как бы, да, то есть у нас одна точка на плоскости, и мы не можем построить... Нет, у нас вообще ошибка выжившего страшная, потому что мы одни, мы про цивилизацию ничего не знаем. Но вы, значит, вы какую, значит, мы истолкаете, получается, хочу понять. Что мы, скорее всего, умрем как цивилизация? Нет, это да, но про законы природы что? А имеется в виду, что вот вы говорите, какую вселенную мы видим. Да. Вот возможно, что цивилизации, которые появятся там через десятки миллиардов лет, если условия вселенной не изменятся. Будет только хуже. Ой, у них будет гораздо скучнее. Если достаточно долго ждать, то больше из-за ускоренного решения вселенной, которую мы вроде как открыли, больше разлетится, и вселенная станет немножко реже. Они будут меньше барахла видеть вокруг вселенной. То есть у Брайана Гринна есть любимая шутка, что в далеком-далеком-далеком будущем астрономы будут видеть абсолютно пустой космос, никаких галактик. И они будут читать, найдут наши какие-то древние-древние записи древнейших астрономов, которые будут говорить, что небо прямо ломится. Куда телескоп Хаббл не направь, небо прямо ломится от галактик. Ну, конечно, они будут не верить читать это мифологии. Это, разумеется, шутка, 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 без всякой доли не шутки. Но маленькая доля не шутки в ней все-таки есть, потому что мы со временем будем видеть меньше барахла из-за того, что оно будет уходить за космологический горизонт. Пока мы далеко вперед не убежали, еще вы коснулись темы про познаваемость мира концептуальная. И вот есть книга Попера известная про фальсифицируемость, научный метод, и есть целое направление научной философии. Философии науки, да. Философии науки, да. Я не являюсь специалистом, так что у меня познания весьма рудиментарные. У меня тоже. И доморощенные. Доморощенные и основанные на каком-то личном опыте. Поразмышлять. Вот вы говорите, что какая-то часть знания не может быть фальсифицируема, и, соответственно, не может являться научной. Ну, вот это хороший вопрос. Может или не может, не знаю. Сейчас люди начинают думать, они говорят, ну, ничего страшного. Это все равно наука. Оказавшись перед таким... Ну, тогда у нас возникают опять проблемы демаркации научных знаний, в том смысле, что у нас нет четких критериев, что... Ну, типа, приходят какие-нибудь, не знаю, там, адепты Катющика, не упоминайте в суй, как говорится, или там какие-нибудь эфиротелегонщики и так далее, и говорят, Винштейн просто этот... Лох. Там все вранье. Это жидомасонский заговор, и вообще он все украл. И вот в таких категориях, а как нам с нынью дискутировать тогда? И нужно... Нет, в таких... Ну, дискутировать вообще не нужно, но в таких, если бы нужно было, в таких просто. Возможно, теория Эйнштейна не точна, но она дает лучшее на данный момент описание всему, что мы наблюдаем. Это не значит, что у нас нет никаких проблем. У нас есть проблемы с темным веществом, темное вещество или нетемное вещество. Это не значит, что ничего не нужно модифицировать. Но ничего сравнимого с этим, дающего по предсказательной силе, ничего сравнимого, близко нет. У нас нет других концепций. Как хотите их, назовите. Обвините Эйнштейна в одном, в другом. Еще на ком-нибудь потопчитесь по каким-нибудь причинам. Если это все вынеси за скобки и сказать, ну, хорошо, а вот модель мира... Вот возвращаясь к тому, с чего мы, собственно говоря, начали. А модель мира-то какая, которая позволяет делать предсказания? Ну, все, на этом разговор закончен. То, что мы... Я при этом говорю, что да, мы знаем, что и теория Эйнштейна ограничена, она не квантовая, ее придется где-то модифицировать. Ситуация с темным веществом означает, что, может быть, ее нужно каким-то не очень сейчас понятным образом модифицировать. То есть, если темное вещество по-прежнему не находится, и свидетельство того, что нужно модифицировать гравитацию, это до сих пор непонятная ситуация, но это научный вопрос. Это научный вопрос, который решается на основе чего? Сопоставление выводов из нашей теоретической модели с наблюдениями. Производство выводов это... Вот где научный метод. Производство выводов это жесткий процесс, когда вы подвергаете ваши исходные положения, применяете к ним логический анализ. Рафинированная форма логического анализа — это математика. Поэтому хорошо, это плохо, нравится вам, это не нравится, мир работает так, что вы, чтобы сделать количественные предсказания и проверить ваше воззрение, вы формулируете ваше утверждение на математическом языке того или иного уровня и дальше заставляете математику работать. Ну, например, сформулировав закон семейного тяготения Ньютона, вы извлекаете из него эллипсы. И вы видите, да, планеты вращаются по эллипсам. Из закона тяготения Эйнштейна вы извлекаете угол, под которым солнце отклоняет свет далеких звезд. Вот когда свет далекой звезды проходит мимо солнца, оно его отклоняет. Под каким именно углом? Количественная мера, число. Вы дожидаетесь полного солнечного затмения, измеряете этот угол современными астрономическими средствами, говорите, да, вот у меня такое число, вот оно получилось. Из того же самого теория Эйнштейна следует, вы не поверите, но 42.99 секунды для поворота Меркурия в столетие. Вот когда я сказал, что 43 угловых секунды, вот значит, поворот его орбиты следует из сложных математических выводов. Когда Эйнштейн получил эти самые 43 секунды, он, по его собственным словам, полтора дня находился вне себя от восторга. Вот, ну вот, понимаете, ничего близкого к этому, дающего такие, позволяющего делать такие предсказания и объяснения наблюдений у нас просто больше нет. Вот, собственно, вот собственный конец истории. А когда мы начинаем распространять эти же вещи на всю наблюдаемую Вселенную, мы еще туда-сюда, а когда мы, мы возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили, просто это нужно зафиксировать, это место, а когда мы говорим, что отсюда примерно следует, что есть, ну, как бы другие Вселенные, то есть за пределами нашей Вселенной находится точно, за пределами наблюдаемой Вселенной, за пределами того, что мы, в принципе, можем наблюдать. Находится что-то еще, ну, скорее всего, примерно такой же, как здесь. Ну, какие-то галактики, какие-то звезды, по тем же законам развивающиеся, наверное, с теми же физическими законами. Ну, вот в этот момент мы задаем себе вопрос о границах науки. Не в тот момент, о котором адепты, вот там, о которых вы упомянули, значит, со своей яростной критикой чего-то, значит, пытаются, значит, оттоптать какой-то поляк. Если говорить про вот концепции доминирующие, вы упомянули Брайана Грина, а он является сторонником теории струн. Вы, какая теория вам больше нравится? Я понимаю, что она не подтверждена, ну, там, имеет меньше подтверждений, но, тем не менее, настолько большая конкуренция на рынке. Да вы знаете, вопрос, на который нельзя ответить, причем даже немножко по другой причине, чем на вопрос, кого ты больше любишь, папу или маму. Не знаю прямо, что сказать, потому что она бы нравилась бы, если бы из этой концепции удалось бы хоть какую-то ниточку протянуть к наблюдаемому нашему, вот к нашей Вселенной. Оказалось, что... Ведь какая была история? Мы постепенно, вот проникая мыслью в глубину устройства материи, мы забавным образом видели, что там вещи делаются все более и более математическими. Ну, например, там все атомы водорода во всей Вселенной всегда одинаковые по причинам, которые... Ну, вы можете объяснять их как угодно, но мне их проще всего объяснить, потому что уровень Шрёдингера примерно единственное решение. Ну, для основного состояния атома водорода без магнитного поля прям вот единственное. И, как я всегда говорю, это не то же самое, если я буду лепить молекулы там какую-то из пластилина, у меня все они будут немножко различаться. А там это единственное решение, и вот они прям везде одинаковы. Дальше мы проникаем мыслью вглубь элементарных, в элементарные частицы, в силы, которыми они взаимодействуют. И дальше мы видим, что когда мы пытаемся вот в эту картину включить гравитацию, наши теоретические схемы не работают, и нам нужно изобрести какую-то теоретическую схему, которая включала бы гравитацию и позволила бы ее обрабатывать на квантом уровне. Одна из таких схем теории Струн она делает мощнейший и ниоткуда не следующее предположение об устройстве материи на очень-очень фундаментальном уровне, гораздо более глубоком, на много порядков более мелком, чем уровень элементарных частиц. Мы никогда ни туда, ни в каком смысле не доберемся. Ускоритель величиной с галактику. Его недостаточно было бы, чтобы создать такую энергию, чтобы прощупать такие расстояния. С галактику, не с орбиту Земли даже, не с экватора Земли, не с орбиту Земли, а с галактикой. Я думаю, что, возможно, мы как-то сможем обхитрить, как вот... Обхитрить, разве что, разве что обхитрить. Вот как Лайга, да, когда мы придумали там сложную систему, хотя если бы они делали вот без этой хитрости, то детектор должен был быть просто невероятным. Да, и невозможно было... Это верно. Это хорошее замечание. И этим, кстати говоря, люди сейчас занимаются, когда пытаются извлечь сведения о нарушении стандартной модели из тонких-тонких аномалий в известных процессах, предоступных нам энергиях. Но так или иначе, мы начинаем строить эту модель и дальше выясняем, что в ней остается очень мало произвола. И, собственно, это было в золотой век такой вот молодости, такой вот растущей теории струн, когда чем глубже вы копаете, тем меньше в ней остается произвол. Сначала вы могли предположить, что на струнах такая-то симметрия реализована, или такая-то, или такая-то. Потом оказывается, что нет, струны вот с таким-то аномальны, плохо себя ведут на квантом уровне, а вот с таким тоже аномальны. Остается буквально пятерка различных вариантов, по которым может строиться теория струн. И вы говорите, ну супер, значит, я вроде близок... Меня математика показывает, что есть не бесконечное разнообразие теорий, а единая такая прям почти одна теория. Это же классно. Наверное, в моем мире она и реализована. Эта математика до сих пор вела меня по миру от закона... от ньютоновских эллипсов через, там, не знаю, до квантовой механики, до рассеяния элементарных частиц. И вот уже в области, куда я не могу добраться экспериментально, я добрался туда силой мысли. И мысль, то есть, в виде математики, мне говорит, смотри, чувак, значит, вот это по-математически несостоятельно. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот осталось пять штук. Ура! А потом выясняется, что все гораздо сложнее, что эти пять разных вариантов теории струн, это как пять фасадов, ну, не бывает пять фасадов, но пять срезов какой-то многомерной структуры. А там их двенадцать. Вот с этой стороны... Нет, даже не об измерениях идет речь, а просто о... Вот из этого окна я хорошо вижу вот это, и туманно-туманно я вижу то, что хорошо видно из другого окна. А вот внутренность всего этого дома, теоретической конструкции, она, на всякий случай, ее назвали М-теорией. Это, наверное, и есть теория всего. Ее проявлением являются пять известных нам теорий струн и одиннадцатимерная супергравитация. И никто не представляет, в каких терминах ее описывать, и что это такое, и какие в ней фундаментальные объекты. На этом история заканчивается. Это с одной стороны. А с другой стороны, даже когда мы берем какую-то из теорий струн, они существуют только... Вот суперструн существует в десятимерии, в десятимерном пространстве времени. И спрашиваем ее, а каким естественным образом она могла бы реорганизовать себя так, чтобы родить наблюдаемый нами четырехмерный мир, одно время и три пространственных измерения, расширяющихся. А остальные измерения так, чтобы мы их в обычной жизни и даже на обычных ускорителях просто бы не замечали. Ну, если здесь тоже окажется единственный вариант, но это правда было бы классно, потому что тогда из-за того, как она свернула лишние вот эти вот семь измерений, шесть, лишние шесть, шесть, конечно, лишние шесть измерений, как она свернула, отсюда, наверное, следовало бы, а почему мир такой? Почему масса электрона такая? Почему масса кварков такие? Почему наши силы вот такие? Вот константы взаимодействия вот такие? А дальше выясняют, что она может это сделать числом способов, по сравнению с которым число атомов во Вселенной это несущественная песчинка по сравнению со всей Вселенной, даже хуже того. Каким-то числом способов, для которого нет никакого представления. Ну, он называется там 10, условно, в пятисотой степени, но это нечто невообразимое, понимаете, ну, как бы это сказать, многократно невообразимое, вот, по сравнению с другими невообразимыми, которые являются полностью невообразимыми, с чем-то обычным, с чем-то обычным невообразимым. Мне кажется, там такая степень, что уже неважно. Уже неважно сколько. Ну, все, значит, ну, вот беда, значит, никакого единого предсказания она не делает. И дальше тот же самый вопрос. Это прямо серьезный вопрос. И в этом смысле вот эта фундаментальная наука сейчас, да, испытывает некий кризис. Ну, это прекрасная теоретическая конструкция, глубокая, с разнообразными связями, открывшая много и в математике, и вообще понимание там разных забавных вещей. Это в каком смысле она... Ну, она является, она частью физики хотя бы так. Давайте, чтобы никого не обижать, она, наверное, является частью науки, потому что в ней есть ясные предположения, ясные выводы, но это, можно считать, это такая математическая модель чего? Мы... У нас нет никакого способа хоть как-то обосновать ее связь с наблюдаемым нами миром. Я это спросил просто в контексте, что вы упомянули Брайана Грина, а он такой прям евангелист, теорист трон, ну, есть, помимо него, еще товарищи, да, ведь они прямо вот как ходят, знаете, вы не хотите поговорить о теории трону? Да. Такое... Ну, очень хорошо, что такие люди есть. Смотрите, нет, это же прекрасно, что такие люди есть. А есть другие, там, Ли Смолина, которые еще в период расцвета теории струн писали злобные книги, поскольку научная теоретика, струнное сообщество их не очень хотел слушать, они писали книги, обращенные даже к более широкой публике со словами, что струнные люди не знают, о чем говорят, и не надо им... Ну, и там, конечно, всегда есть подоплека. Слушайте, наука, это одновременно некая сфера человеческой деятельности, поэтому это конкуренция, в том числе, конечно, не надо давать им гранты, а надо давать гранты на более разнообразные исследования. Ну, конкуренция, есть конкуренция, значит, там, иногда одни оказываются сильнее, иногда одни подзадавливают других, но важно, чтобы все развивалось долго. В науке, разумеется, случаются перегибы из-за моды, из-за чего-то еще, и ошибки, но глобально же именно из-за конкуренции наука устроена таким образом, что... Ну, вот... Наука знает, что не знает всего. Наука, конечно, знает, что не знает всего, ну, и смотрите, значит, вот эти вот ваши, упомянутые вами, как вы их называете, апологеты, они, значит, там же есть еще такие взгляды на вещи, что есть еще, скрывается такое-то научное знание. Вот в таком-то году, в угоду уж не знаю там чему, мировому капиталу или чему-то еще, было скрыто вот такое-то научное знание, и с тех пор о нем не принято говорить, и это там длится сто лет, и так далее. Свободная энергия в них-то... Ну, там разные вещи, даже не... Ну, я вас уверяю, что развитие науки устроено так, что желающих получить славу, известность, Нобелевскую премию, хоть отбавляй, и если можно было нарушить какой-то табу для того, чтобы сделать взрывное открытие, это, конечно, произошло. Более того, значит, люди действительно думают постоянно о том, как изменить теорию Эйнштейна, чтобы она лучше ложилась на наблюдение, как изменить другие наши представления, не знаю там, о расширении Вселенной, вот эта вся концепция связана с большим... Где его подправить? Как что? Какой приквел к нему приписать, там, типа, теория инфляции? Какие следствия будут тогда? Где мы, возможно, ошибаемся или неточны, и где какие-то дополнительные ясные предположения, достаточно экономные предположения, приведут к избыточному, в хорошем смысле, предсказательной силе. То есть, позвольте объяснить и это, и это, и это, и это. И научный метод так устроен, что мы делаем более-менее любые предположения, если они логически последовательны, и если из них... Особождается причинность. Особождается причинность, следует объяснение того, что мы наблюдаем, и не следует очевидно ненаблюдаемых вещей. Если мы сделаем превосходную физическую теорию, из которой будет следовать, что рядом с Землей должны вспыхивать миниатюрные сверхновые, я говорю чудовищную глупость, но, предположим, там, каждые 4,5 года в среднем, даже, скажем, даже каждые 4,5 столетия, то мы точно скажем, ребят, ваша теория неправильна, потому что мы этого не наблюдаем. Если вы начнете говорить, что у меня, конечно, правильная теория, но просто вокруг Земли как раз специально такие условия, что это не происходит, или есть еще дополнительный слой, который от нас это скрывает, я уж не говорю, если это астрономы мерзавцы, они это скрывают от нас, то это уже не научный метод, потому что вы делаете произвольные предположения. Научный метод жесткие условия к вам, я бы это уже упомянул, предлагает прямо жесткие условия того, как вы должны действовать. Вы должны математическое вводить, раз, и принимать все следствия, все. Вы не можете принять из вашей математики, которые вы приняли, в вашей модели, вот эти следствия, потому что они вам нравятся, и не принять вот эти, которые вам не нравятся. Но мы же все-таки допущение делаем, что законы одинаковы по всей Вселенной. Это же все-таки допущение и факт. Допущение, да. Да, допущение. Конечно, допущение. И смотрите, и совершенно нет гарантии, что это верное допущение. Эйнштейн мог бы стать теоретическим открывателем расширяющейся Вселенной, вот которую предсказал Фридман, а потом экспериментально открыл Хаббл. Ну, там Леметер тоже где-то по дороге внес некий вклад. Почему? Потому что Эйнштейн находился в рамках философской концепции, что Вселенная пространственно одинакова и во времени тоже одинакова, что она статична. Однородно, в смысле. Нет, что она во времени... Ну, вот расширяющаяся ясно, что она сейчас не такая, как была раньше. Ну, там, вчера примерно такая же, но если Вселенная расширяется, то там 10 миллиардов лет назад она была другая. Там все было ближе... Расширяется, что значит? Все расстояния между... Ну, условно, между всем на свете, не между нами с вами, не между Землей и Солнцем, но между гравитационно-несвязанными объектами увеличиваются. 10 миллиардов лет назад, 12 миллиардов лет назад она была немножко другая, а там 13 заметно другая. Даже если оставить в стороне там формирование галактик, звезды и так далее. Вот. Значит, у Эйнштейна была философская концепция, что она однородна не только в пространстве, но и во времени. То есть она не меняется. И он искал решение своих уравнений для описания Вселенной, которая не меняется во времени. Там целая замечательная длинная история его переписки с Деситером, что возникло, как он лямбдослагаемый написал. Короче говоря, уравнение его и Эйнштейнам написанное уравнение не очень хотели возвращать, давать ему такое решение Вселенной. Ему пришлось небольшое насилие над уравнениями сделать. Это вопрос о выборе модели. А потом оказалось, что этого, наверное, не нужно было бы делать. Вроде и не нужно было. Потому что Вселенная не статична. Она расширяется. А потом еще открыли что-то с ускорением. А потом возникла вообще хохма. Потому что после того, как открыли расширяющую Вселенную, Эйнштейн считал вот это вот, ну, по словам, я забыл кого. То ли Гамова, то ли кого-то еще. Чуть ли не Гамова. Могу путать. Считал вот эту свою идею о том, что над уравнением нужно слегка добавить в уравнение еще кусок. Но он же придумал свое уравнение сам. Вот давай я еще придумаю и добавлю так кусок, который ничему не противоречит. Математика его допускает, не портя никаких первопринципов. Вот что важно. Эйнштейн считал эту идею добавить этот кусок для того, чтобы поддержать статичную Вселенную своей самой большой глупостью, ну, ошибкой в жизни. А потом выяснилось, что для описания расширения, ускоренного, не расширяющегося, а ускоренного расширения Вселенной, нам нужно как-то изменить уравнение Эйнштейна, чтобы оно оттуда следовало. Ага, вот его-то и нужно туда написать. Дальше мы сейчас не очень знаем, как его интерпретировать. На этот счет есть разные воззрения. Но в первом приближении именно его туда нужно включить, и оно ответственно не за поддержание статичности, а наоборот за дополнительное разгоняние уже расширяющейся Вселенной. Эйнштейн, оно вот что делает. Это то, что темная энергия еще без них. Нет, это просто темная энергия. Эта темная энергия и есть. То есть это сейчас, его называют темной энергией, или там лямбда-членом, или космологическим членом, или там вот эта вот лямбда, большая буква лямбда, по-моему, Эйнштейн так первый начал писать. И что оно делает? Оно очень далекие объекты слегка распихивает. Эйнштейну это нужно было, чтобы предотвратить, что все друг друга притягивают. Понимаете? У него статическая Вселенная не получалась. Но когда все другу притягивает, оно начинает собираться слишком тесно. Ему нужно было какое-то расталкивание. Он его туда вот руками вписал в уравнение, чтобы уравновесить то, что они... Оказалось, что уравновешивание крайне неудачное. Они очень нестабильно... Немножко нарушишь, и оно все равно либо растолкнется, либо свалится, либо все равно свалится в кучу. Уж начнем с этого. Даже математически оно неустойчиво. А сейчас оно добавляет в уравнение, чтобы описать вот это дополнительное. Дополнительный пинок на фоне уже имеющегося расширения. Вот что оно делает. История же похожа на то, что вы рассказывали про черную дыру в центре Млечного пути. То есть мы видим косвенные свидетельства, но не наблюдаем явления напрямую. Да. Да, да. Но там мы предполагаем кусок мира. Уравнение мы там, в случае черной дыры в центре нашей галактики, например, сверхмассивной черной дыры, стрелеца со звездочкой, мы не видим никакой необходимости менять наше уравнение. Наоборот, на основе наших уравнений мы вычисляем, например, массу этой черной дыры. Ну и там сколько? Четыре с половиной, что ли, миллиона масс Солнца. Вычислили. А вот в случае с ускоренным расширением Вселенной мы понимаем, что за расширение Вселенной ответственно уравнение Эйнштейна в варианте Фридмана, ну просто он ничего не изменил, он упростил уравнение Эйнштейна применительно к однородной, изотропной, но расширяющейся Вселенной. Ну из них следует только это. Из них не следует ускоренного расширения. Не следует. А мы продолжаем верить, что общая теория относительности ответственна за глобальную структуру Вселенной. Прямо отличный кейс на предмет того, что мы вообще-то отдаем себе отчет в том, что наши теории, наши модели не всегда могут соответствовать наблюдению. Их хватает для других задач пока что. Для других хватает. Но тут мы говорим, как нам нашу модель модифицировать. А оказывается, если мы добавим ровно то слагаемое, вот с этим самым, это лямбда слагаемое, которое Эйнштейн туда написал, то отлично ускоренное решение как раз и получится. Прямо вот... То есть из математической теории мы можем сделать предсказание, что есть некое вещество, пока мы не знаем, что такое... Мы не знаем вещество. Мы даже не знаем вещество. Смотрите, это прямо отличный вопрос. Это слагаемое в уравнениях. Другие слагаемые интерпретированы. Одни это слагаемые, построенные из исчисления расстояний во Вселенной, и из-за того, что они все расстояние увеличиваются, собственно, это называется расширение Вселенной. А вторая... Это в левой части, условно, в левой части уравнения. Конечно, можно писать по-разному. А в правой части уравнения все, что касается материи. Какая у нее плотность энергии, с какой скоростью она движется, как она давит сама на себя, и как там она сама себя касательно натяжения. И вот все эти 10 величин, они разговаривают с расстояниями, с геометрией, и влияют на них, и, собственно, предписывают пространству времени, каким ему быть, расширяться, не расширяться и так далее. И эти куски мы хорошо интерпретируем. Мы увидели, что их не хватает, вот этого самой модели для уравнения Эйнштейна, не хватает для того, чтобы описать ускоренное расширение Вселенной. Вспомнили, что, оказывается, еще Эйнштейн показал, не нарушая никаких принципов, ни общей квариантности, никаких. Можно дописать еще одно слагаемое одного вида с произвольным коэффициентом лямбда. Давайте его допишем туда. Ура! Наши предсказания этой теории гораздо лучше согласуются с наблюдением, потому что получается ускоренное расширение. Теперь спрашивается. А что, ребят, а в природе-то что? Вы туда написали какой-то кусок. Очень хорошо. Молодцы. Правда здорово. Хотя, конечно, забавная ирония, что Эйнштейн сначала написал, потом отказался, а теперь, значит, я вам снова нужен, но для другого. Но в природе-то что? Это какая часть мира? И тут непонятно. Потому что уравнения Эйнштейна связывают две очень разных сущности, двух очень разных сортов. В этом их сила. Одно это чисто исчисление расстояний и промежутка времени. Вот просто то, что отвечает за расстояние. И повторюсь, третий раз, когда, например, там некий фактор множитель увеличивается, просто все расстояния увеличиваются. Мы это воспринимаем как... Эйнштейн же, он же сформулировал пространство-время. Вот это в некотором смысле там присутствует пространство-время. Просто пространство-время в уравнении Эйнштейна в прямом не входит как неизвестные функции. Туда входит расстояние, ну, в неком математическом формализме, расстояние всего от всего. Метрический тензор. Штука, которая позволяет исчислять расстояние между всем и всем. Это геометрическая часть. Ну да, относящаяся к пространство-время. А вторая часть, относящаяся к материи, к ее свойствам. Там, грубо говоря, элементарные частицы имеют какую-то энергию и имеют какой-то импульс, и имеют там еще другие свойства. Когда мы дописали там еще одно слагаемое, куда его относить? С плюсом в левой части или с минусом в правой части? Как известно, можно перенести из одной части в другую, изменив знак у любого слагаемого. Про заряд? Про лямбда-члены. Вот это вот лямбда-слагаемое, описывающее ускоренное расширение Вселенной. Это что? Свойства? Это какая-то дополнительная материя со своеобразными свойствами? Которая все расталкивает. Которая все расталкивает. Которую тогда нужно, наверное, как-то искать, как-то изучать. Или это свойство, скорее, геометрическое, что мы почему-то купили, вот покупая Вселенную, в которой мы живем, в коробке, мы почему-то нам подсунули такую Вселенную, в которой есть дополнительное свойство, ну, выражаясь очень грубо, дополнительное свойство пространства-времени. Мы не знаем, относится оно туда или сюда. Вот вы сказали про геометрию. Получается, насколько я понимаю, сейчас мы считаем, что наша Вселенная плоская. Пространственно плоская, а в пространстве времени нет. Вот, но тогда, собственно, вопрос про вот эту темную энергию еще в том, что насколько я, опять же, я, может быть, недостаточно хорошо в курсе, но, насколько я понимаю, что тем больше расстояние между объектами, то есть между галактией, тем сильнее ускорение действует. Тем сильнее она распихивает. Да, и вот, собственно, а есть какие-то гипотезы сейчас основные, типа, почему так может быть? Или у нас пока даже гипотетического объяснения нет? Нет, вот как то, смотрите, значит, плоская – это важное свойство. Плоская не означает плоская, как поверхность этого слова, как лист бумаги, а означает неискривленная. Она трехмерная, но неискривленная. Просто слово плоская, то, что называется меслидинг, оно имеет два значения. Плоская, как лист бумаги… Ну, может быть, как бублик, например, наша Вселенная. Нет, наша Вселенная трехмерная, то есть пространство в ней трехмерное, а не сплющенное в лист. Плоское означает, что оно не искорежено на больших расстояниях, что, например, оно не является трехмерной сферой. Например, оно означает, что полетев в том направлении, я не вернусь оттуда. Такое вообще-то могло бы быть. Возьмите, ну вот опять приходится двумерные примеры использовать. Ну, возьмите сферу обычную. По ней же можно замкнутые траектории делать. Что во Вселенной, например, что она, в ней нет, она нигде не заворачивается сама на себя и противоположных вещей тоже не делает. Не выгибается как седло. Вот, значит, плоское, это важный момент, но давайте от него сейчас отвлечемся. Значит, свойство слагаемого, которое мы туда написали, таково, что, решая уравнение с этим слагаемым, мы видим, вот прямо из математики, мы видим, что чем дальше, тем сильнее расталкивается. Это и есть прямо вот то, что нам нужно для ускоренного расширения Вселенной. Но это математика, следующая из уравнений. Это вообще не отвечает на вопрос о том... Просто это контруинтуитивно как будто бы. Вот как бы, ну, казалось бы, да, там, условно... Да, это правда. Вот, и, собственно, у нас есть хотя бы гипотетические объяснения? Нет, 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 нет. Это свойство мира такое. Нет, вот еще раз, у нас нет больше никакого объяснения. Если вы хотите немножко примирить, ну, то ли совесть, то ли примириться своей то ли совестью, то ли интуицией, вот, ну, думайте примерно о том, что... Только это ничего не значащие слова примерно, что все вот так вот, тут неизвестно что. Немножечко расталкивается, распихивается. А когда расстояние большое, вот эти вот маленькие агентики распихивающие набирают достаточно амплитуды, чтобы распихивать вас сильно. Послушайте, это правда, это ничего не значащие слова, и любой серьезный человек меня за них отругает и перестанет пожимать мне руку. Здесь нету... Ну, может быть, кто-то знает хорошую интуицию. Ну, плохая интуиция состоит в том, что вы залили все это средой, которая все это распихивает. Что это значит, непонятно. И чем больше среды между двумя объектами, тем сильнее она их распихивает. Но мы не знаем ни, что это за среда, ни материя ли это какая-то, или это свойство самого пространства и времени. Мы правда этого не знаем. Мы видим, что из нашей модели... Давайте так. Ускоренная ширина Вселенной, давайте его принимать как опытный факт сейчас. Там можно задавать вопрос, насколько точно его измерили и так далее. Вот сейчас мы находимся вот в таких-то рамках. Это опытный факт. У нас была модель, которая его не описывала. Мы смогли подправить эту модель таким образом, что она описана. Каким образом? Дописыванием туда дополнительного слагаемого. Интерпретация этого слагаемого, это оно живет, это свойство материи, и то есть дополнительная среда как бы. Или это свойство как бы пространства-времени, мы не знаем. Черный дыран с физической точки зрения достаточно простой объект. Ну, то есть, в смысле, она не какая-то сложная, то есть это просто вот в пространстве масса какая-то, как слопнулась в одной точке условно, да. Но и масса такая, что искривляет пространство настолько, что, значит, даже свет не может за пределы вот этого горизонта событий выбраться, но когда вот физики-теоретики говорят про черные дыры, они говорят, что это нужно изучать, нам все настолько сложно. Когда вот вы в своей лекции рассказывали про то, что, значит, чтобы выбраться за пределы черной дыры, нужна машина времени, вот тут я вообще ничего не понял. Можете ли как-то еще попытаться объяснить, чем нас так привлекают и в чем так таинственны черные дыры? Потому что... Ну, смотрите, давайте... Ну, хорошо, давайте максимально коротко. Да. Вот. Значит, во-первых, черные дыра — это область пространства. Да. То есть это не объект. Ну, это зависит от того, что вы называете объектом. Это не тело. Нет, это не тело. Ага. Давайте совсем так, совсем здорово. Черные дыра — это решение уравнения Эйнштейна. Ничего не объясняет. Объясняет. Его нашел Шварцшильд, ну, потом много позже, в 2003, что ли, году нашел его. Это радиус Шварцильда? Да-да-да. Шварцшильд же приехал во время Первой мировой войны, приехал в отпуск с Восточного фронта, послушал лекцию Эйнштейна, уехал на фронт и прислал Эйнштейну письмом точное решение его сложных нелинейных уравнений. Эйнштейн не думал, что эти уравнения можно решить точно. То есть у него много разных решений, но это вот в предположениях неких очень симметрии. Потом, значит, долгое время его не очень понимали, потому что была концентрация на том, что происходит на горизонте. Истории, которые можно отдельно комментировать, но давайте подведем итог, что мы, в конце концов, выяснили. Это решение, это область пространства, из которой, как вы точно сказали, не может выбраться даже свет. Что можно объяснять, поскольку закон о спасении света в общей теории относительности это по световым геодезическим, что означает, что пространство там внутри так вот... Геометрия пространства. Геометрия завернута сама на себя, что все пути ведут, начиная с какого-то радиуса, вот внутри его, все пути ведут внутрь. Но там ничего нет, там пусто. При этом там пусто. Именно потому, что все пути ведут к центру, там ничто не может оставаться. Поэтому это пустота. Это пустота с сильно искривленного пространства времени. При этом черные дыры могут еще и испаряться. Забудем сейчас про это. Это отдельная тема, имеющая, но не прямая. Это как раз выход за рамки общей теории относительности. И это на фоне того, что я сейчас говорю, это страшно важная вещь, но это очень маленький, очень слабенький эффект на фоне того, о чем мы сейчас говорим. Сейчас нам нужно черную дыру астрофизическую. Понять, почему, как вы выразились, почему они так знаменитые, почему они так таинственные, чем они так прекрасные. Ну, ничто не может задержаться на полдороги к центру этой черной дыры. А что происходит в самом центре? Там происходит беда, потому что там те самые уравнения, которые показывают существование черной дыры, там отказывают. Мы вынуждены, чтобы они бы оставались верными, мы должны вынуть из пространства времени одну точку. Внимание, не угол булавки, а одну точку. Нулевой, нольмерный объект. То есть математическую часть пространства времени неизмеримо малую. Мы должны оттуда вытащить математически. Тогда все у нас хорошо. Тогда пустое пространство может быть завернуто так, что на большом расстоянии, но воспринимается как звезда какой-то массы. А когда вы подглядаете ближе, вы начинаете замечать кучу эффектов. Свет вокруг себя заворачивает, там орбиты вокруг нее странные, время замедляется по сравнению с временем далеких наблюдателей. А потом, значит, вы выясняете, вдруг что вы больше не можете выбраться, и вам осталось жить довольно недолго, если к этому времени вас там приливные силы не разорвали. Есть такие объекты? Это вот прямо предсказание теории, математическое. Прямо то, про что мы говорили. Есть такие объекты в космосе или нет? Эйнштейн, кстати, сам не очень их любил и считал, что есть какие-то причины, которые препятствуют их появлению в космосе, хотя они исследуют из его ха-ха-уравнений. Тут такая легкая ирония есть. А потом, по мере развития наблюдательных средств и вообще нашего понимания Вселенной, выяснилось, что в центре почти каждой уважающей себя галактики находятся не просто черные дыры, а сверхмассивные черные дыры, а что черные дыры сливаются из луча, и гравитационные волны мы эти ловим. То есть их достаточно много. То есть есть объекты, которые по внешним проявлениям ведут себя так же, но это, конечно, не значит, строго говоря, что в них все прямо вот тютелька в тютельку, так, как описывается решение Мира Венинштейна. Ну, кстати, все черные дыры в действительности вращающиеся. Это более сложное решение, чем Шварцельд нашел, называется решение Кера. И нам страшно интересно, нам бесконечно интересно проверить, например, следующий факт. Это действительно астрофизические черные дыры. Вот то, что ведет себя, как черные дыры. Масса ничего не излучающая. А поэтому по всем нашим представлениям область пространства с очень сильным искривлением, с очень высокой кривизной. Она действительно не имеет поверхности. Это действительно не тело. Действительно ли это искривленная пустота? Мы пытаемся поймать следы этого в различных наблюдениях. Если бы была поверхность, она в момент слияния черных дыр чего-то давала бы, возможно, какой-то отклик в гравитационно-волновом сигнале, который мы ловим. Этот вопрос, строго говоря, не решен до конца. Его довольно трудно исчерпывающе установить. Поэтому за Нобелевская премия, за черную дыру, в центре нашей галактики Млечный Путь дали со словами за компактный объект в центре нашей галактики Млечный Путь для того, чтобы не ассоциироваться, не утверждать, что это точное решение уравнения Эйнштейна, как мы их знаем. Но никого нет сомнений, что уравнения Эйнштейна дают очень хорошее приближение к тому решению уравнения Эйнштейна, к тому, что мы наблюдаем. Если вдруг окажется, что есть какие-то детали, различаются или, не дай бог, радикально различаются, ну тогда не дай бог, а наоборот, тогда тут же тут будет взлет активности по изучению того, с чем мы имеем на самом деле и что нужно менять. Наше представление о черных дырах или наше представление об уравнениях и так далее. Мы возвращаемся к тому, с чего вы начали. Мы все время находимся в рамках некоторой модели и пользуемся этой моделью до тех пор, пока она дает предсказания, в том числе, в первую очередь, количественные предсказания. А пока все это отлично работает. Нам поэтому нравится делать в кавычках фотографии вот в радиодиапазоне двух черных дыр. Мы сфотографировали нашу. Те черные черные дыры. Ну, да, да, вот эти вот аккреционный диск, потому что мы смотрим на него и спрашиваем себя, минуточку, 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 а из уравнения Эйнштейна вот такой аккреционный диск, он так же светился бы. Ну, изображение там, конечно, не отличается большими подробностями, но пока все хорошо, пока вот так. И, тем не менее, мы все время на чеку. Люди, которые этим занимаются, все время на чеку. Они все время ждут, что, а вдруг, ура, не не дай бог, а ура, появятся данные, которые будут в резком противоречии со всем, что мы знаем, потому что это поле приложений своих сил. Это новая делянка, которую прямо можно возделывать, открывать, изучать и продвигать туда наше знание. В этом вот почему черные дыры, как сказать, интересны и популярны, но таинственны в том смысле, что много чего еще, наверное, предстоит про них. Ну, много работы нужно проделать, чтобы с высокой степенью надежности утверждать, что мы более-менее все про них поняли. Очень сложно себе представить, как черные дыры, во что они могут гипотетически эволюционировать. То есть, опять же, у меня достаточно поверхностные знания об астрофизике, астрономии, но вот все, что мы видим, это какие-то некие эволюционные процессы. Звезды взрываются, сверхновые, из этого образуются планеты. То есть, есть некие цепочки. И вот, как будто бы, как будто бы, да, я, может быть, неправильно понимаю, черные дыры, это какая-то конечная форма, куда уходит материя. Но при этом они, как мы сейчас понимаем, очень часто находятся в центрах галактики и являются их ядром. Это не значит, что они гравитационные что-то значат. Это значит, что они воздействуют на окружающую их материю, заставляют ее светиться. Вот активные ядра галактик. Джеты там делают, они квазары. Собственно, активные ядра галактик, это квазары. Они влияют на галактики. Они коэволюционируют с галактиками. То есть, они там едят материю, а сами расплевывают газ из галактики, из-за чего галактики стареют. Им становится труднее рожать звезды, потому что их остается меньше. Газа? Да, меньше газа для звездообразования. Темп звездообразования падает. Но сами черные дыры по определению вот из теории относительности, смотрите, вот из теории Эйнштейна, из общей теории относительности, из теории Эйнштейна, это штука, с которой все, что может случиться, уже случилось. И больше не может случиться ничего, разве что они могут слиться, но будет большая черная дыра, вы можете накидать в нее кучу барахла, и она станет еще больше, и все. И она останется черной дырой. Но мы знаем, и я уже говорил про это, мы точно знаем, что уравнение Эйнштейна это не последнее слово, потому что, в частности, они никак не учитывают квантовую природу мира. в самом центре черной дыры, там, куда все падает, все не может помещаться в точке, которую мы вынули, поэтому вблизи этой точки материя должна управляться другими законами, которые сочетают все, что мы знаем про теорию относительности, с тем, что мы знаем про квантовую природу мира. Как эти законы сочетать, у нас квантовая гравитация, мы понятия не имеем, то есть нам это неизвестно. Теория струн одна из попыток на этот вопрос ответить, но, в общем, давайте сейчас в первом приближении скажем, что мы не знаем, что там происходит. И применение осторожное такое, даже не то, что осторожное, а удачное, ловкое применение квантовых законов одновременно с теорией гравитации Эйнштейна к тому, к внешним проявлениям черной дыры приводит к тому, что вы упоминали, к их испарению. И это совсем не свойство классической черной дыры. Это с учетом того, что давайте теперь вспомним, что есть квантовая механика, но вспомним не настолько, не там, где гравитация самая сильная и где полностью работает квантовая гравитация. Попробуем соединить различные принципы. Тогда мы видим, что из черной дыры исходит что-то вроде, она ведет себя со стороны примерно как нагретое тело. Единственное, нагретое там на микроскопические доли кельвинов. Ну, совсем на чуть-чуть, на чуть-чуть, на чуть-чуть. И это сильно зависит от этой массы черной дыры. Большие вообще никак. Они очень холодные. Ну, все холодные, но большие совсем холодные. То есть черная дыра пропасть не может? И вот это испарение означает, вот черная дыра, как решение Рейнштейна, пропасть не может. А это испарение означает, что может потихонечку себя испарить через триллион, миллиардов лет, не знаю, через сколько, когда вся Вселенная будет страшно холодная, наконец она начнёт... Когда вокруг теплее, чем вы сами, вы ничего не отдаёте себе, свою энергию во внешнюю среду. А тут, значит, когда весь космос остынет ещё очень-очень сильно, тогда они начнут сами себя испарять. Так это или не так? Можем зафиксировать это излучение, называется излучением Хокинга. И как наличие квантовых свойств чёрной дыры? Имеет ли оно какие-то другие астрофизические проявления? Это прямо отличный вопрос, потому что всё-таки в центре чёрной дыры общая теория относительности, которая объясняет всё их существование, всю эту историю, и все их слияния, и горизонты в всём свете, в самом центре, там, где как бы сингулярность, там она отказывает, там действуют квантовые законы. Действие этих квантовых законов в самом центре чёрной дыры, неизвестное, в неизвестном нам варианте, оно как-то сказывается, всё-таки имеет ли оно какое-то проявление на что-то вблизи горизонта. Или нет. Мы не знаем, как они действуют, поэтому мы не очень точно знаем, ждать ли от них чего-то забавного на горизонте, то, куда мы ещё до какой-то степени можем добраться вблизи горизонта. Это прямо вот ещё одна из причин, может быть, даже главная, по которой чёрные дыры, как вы удачно сказали, популярны, или, как вы выразились, таинственны, популярны и заодно прекрасны, как Гудвин, великий и ужасный, прекрасный и устрашающий. Страх будущего. Вы упомянули, что Эйнштейн сам добавил, сам убрал из уравнения. Да. У него же так было много раз. Он критиковал квантовую теорию в том числе, а потом сам же её фактически подтвердил в каком-то смысле. Он, а Эйнштейн, стоял у истоков. У него была вторая после планка работа, где использовалась идея... Он принцип неопределённости критиковал. Нет, сейчас, сейчас, смотрите, смотрите, смотрите. У него была в 2005 году работа, где он вторая после планка. Это был квант, что энергия передаётся порциями, которые, собственно, называются кванты. Энергия, свет передаётся порциями, что ушло в разрез существующей концепции. Это за то, что Нобелевскую... Это то, за что... Фотоэффект. Да, это то, за что он получил Нобелевскую премию. Совершенно верно. А после этого, значит, почему-то распространены фразы о том, что Эйнштейн не принимал, иногда и не понимал квантовую теорию. Я вот в книжке, то есть я не удержался, и я несколько раз там не удерживался, и писал лишнее, поэтому толстая получилась. Вот. Но прям я не мог себя остановить, потому что Эйнштейн сделал вывод из фактически свойства квантовой запутанности. Это слово Шрёдингер ещё не изобрёл. Вот очень скоро, там, через несколько месяцев Шрёдингер это слово изобретёт. Фершренкунг по-немецки и интанглмент по-английски. Запутанность. Не очень хороший русский перевод. Лучше было бы за... Зацепленность, наверное. Вот. Что-то вот такое. Схваченность. Совместная схваченность. Такая зацепленность была бы не так, но ничего не поделаешь. Термин есть, так вот. Ещё не употребляя этого слова, Эйнштейн увидел, что квантовое поведение запутанной пары приводит к отрицанию локального реализма, выражаясь современным языком. Я очень сильно спрямляю историю. У нас времени совсем не осталось, как я понимаю. Приводит к отрицанию локального реализма. То есть получается, что удалённые объекты должны приобретать свойства, не нести свои свойства с собой с момента создания, а приобретать их совместно, для чего обмениваться чем-то, что выглядит как сверхсветовой сигнал. Эйнштейну это очень не нравилось, и он абсолютно стопроцентно логично и правильно сказал. Или это происходит, или квантовая механика не является полной теорией. Это не последнее наше знание о мире. Это не лучшая модель. Очень хорошо, что вы сразу вначале сказали про модели. Я уже, видите, распятый. За сегодня этим пользуюсь. Ну, он таких слов не говорил, но смысл такой. Это не лучше, это не полная модель. Нужно дополнить её чем-то, что мы ещё не знаем, что называется скрытые параметры, они там как-то действуют и так далее. И это абсолютно логичный факт. Или то, или другое. Но вот опыты Нобелевскую премию 2022 года дали за случившееся много раньше, в том числе, там, лет 40 назад, серию экспериментов, которые показали, что нет вот скрытых параметров, которые локально и реалистично наделяли бы частицы свойствами. Их нету. И удивительным образом это можно проверить экспериментально. Это отдельный большой разговор. Но просто мы теперь вынуждены признать, что квантовая передача, передача на квантовом уровне, передача информации происходит, квантовая происходит без... Наплевав на расстояние. То есть есть какой-то квантовый ресурс, которому вообще наплевать на разделение двух объектов. Причем это только между объектами, которые исходно были вместе, а потом разошлись. Его нельзя установить просто так. И нельзя установиться, помнишь, в сферосветовое радио. Потому что они пользуются этим, как хотят. У меня нет способа нажать на одного таким образом, чтобы он подпрыгнул именно туда, чтобы тот другой, там, на Альфа-Центавра, сейчас из его пары, как бы его собрат, подпрыгнул бы там в соответствующую сторону. У меня нет никакого способа нажать. Они остаются вещью в себе, они этим пользуются, а нам не дают. Но возвращаясь к тому, что, значит, Эйнштейн, он сделал вывод о том, что или есть это странное свойство, в которое было очень трудно поверить, тем более Эйнштейну, потому что даже специальная теория относительности основана на том, что никакие сигналы не распространяются быстрее скорость света, что есть максимальная скорость передачи информации. Или квантовая механика не полна. Вот. Это то, на чем... А, там еще был скандал, потому что эта статья была написана тремя авторами. Ее писал Борис Подольский. По мнению многих, он написал ее плохо, сделав акцент на другом, из-за чего ее многие люди не поняли. Эйнштейн в переписках, в частных писах потом пытался пояснять. А кроме того, Подольский написал в New York Times. New York Times вышел с заголовком. Эйнштейн нападает, критикует квантовую теорию. А дальше был подзаголовок. Он говорит, что она не полна, даже если верна. Но никто не читает подзаголовка. В наше время интернета точно никто подзаголовка не читает. Все читают только заголовки. В те времена тоже остался броский заголовок. Эйнштейн attacks quantum theory. Эйнштейн критикует, нападает, ну, критикует квантовую теорию. Подзаголовок. Он говорит, что она не полна, даже если верна. Уже никто не читал. Осталось в массовом сознании, что... Интересно. Но он правда считал, что она не полна, что это наше неполное знание о мире, что это модель, что есть более точная модель, в которой нету этого индотерминизма. Принцип неопределенности это проявление просто нашего незнания, что все вот эти вот квантово-механические фокусы это результат нашего... Не точности нашей модели, а не свойства мира. Это возвращает нас к вашему прекрасному вопросу, который мы начали, но тут уж квантовый механик на него совсем нечего ответить. А вы сторонник какой? Многомировой интерпретации? Нет, я не... Давайте так. Я не сторонник многомировой интерпретации. А какая альтернатива? Consistent histories. Угу. А вы слышали про волны пилот? Нет? Про гипотезу? Дурацкий перевод. Значит, я... Я писал... Я написал книгу о прогулке по беспокойной... Все, что движется, прогулка по беспокойной вселенной. И не мог там удержаться, чтобы не потоптаться на переводе волна пилот. Пайлот — это лоцман. Это слово до появления пилота в космическом корабле... Волна ведет? Волна лоцман. Да, волна, которая ведет. Это волна, которая ведет, как лоцман. Говорит, полрумба вправо, полрумба вправо, тихий ход. Вот. Что... Да, да, есть такая интерпретация квантовой механики, но сейчас уже никакой возможности ее обсуждать. Это способ примирить... Как бы это выразиться? Нашу детскую физику. Наши интуитивные представления о том, что в пространстве времени должно что-то происходить с формализмом квантовой теории. Их много. Это одна из них. Ну, ее можно... Каждую из них можно критиковать, с каких точек зрения эту, со многих точек зрения, хотя она очень остроумная. А они дают предсказательно... Она, в принципе, даже если она сложнее, чем такая регулярная квантовая, дает те же самые предсказания. В этом смысле они чуть-чуть... Видите, мы опять затрагиваем вопрос. Ну, уже в последний раз. Они чуть-чуть уходят так вот за немножко... Можно критиковать эти интерпретации квантовой механики за то, что они чуть-чуть уходят за грань науки. За горизонт, да. Чуть-чуть за горизонт. Вы обсуждаете то, что не имеет прямых практических следствий. Последнее замечание. Правда. Дэвид Дойч, один из основателей квантовых компьютеров, и апологет, почище вашего Брайана Грина, апологет многомировой интерпретации, говорит он, квантовый компьютер потому такой умный, что он считает, одновременно в нескольких вселенных. Нет, Дэвида Дойчи однозначно надо читать. Это прямо может мастер-хэв. У него очень много книг. Он в том числе философией науки активно занимается, поэтому очень интересно. Последний вопрос... Уже был последний. Точнее, это не вопрос, я знаю на него ответ. Отлично. Заранее. Но обычно люди, которые интересуются эзотерикой, какой-то мистикой и так далее, они приплетают квантовую физику к этому, говоря, что вот она-то недетерминистична. Но я знаю, что она детерминистична. Вы можете коротко объяснить, почему? Нет, почему приплетают, пусть делают, что хотят. Это просто другая область деятельности, не являющаяся наукой. И, значит, пока они не говорят, как устроена квантовая механика, пусть занимаются этим сколько угодно. У меня к ним нет никаких... Но квантовая физика детерминистична. Нет, индетерминистична. Квантовая физика не детерминистична. Уравнение Шрёдингера детерминистично. А что происходит, когда срабатывают правила о вероятностях, там что-то происходит. Вокруг этого ломаются значительное количество копий интерпретации квантовой механики. И оно индетерминистично именно потому, что классический пример радиоактивные атомы. Вы берёте абсолютно одинаковые атомы, ничем не различающиеся, ничем. Из них, ну, только побольше берите, миллиард. Вот. И то мало. Из них половина распадётся за время, которое... Полураспадут. Да, когда вы их купили, вам продавец скажет, вот, смотри, вот здесь вот табличка, вот их паспорт, полураспадут. Но никакой конкретный атом, вообще никакой, вообще никакой. Не обязан распаться ни сейчас, ни потом, ни через год, ни через два. Более того, вот у вас половина осталась, вот вроде прошёл там, ну, пусть день для простоты период полураспада. У вас осталось половина. На следующий день подарили это кому-то. Для того чувака, которого мы их подарили, они все новые. Они все как новые. Они как только что родились. У него половина снова распадётся через, там, через день. Он ещё кому-то это отдаст. Опять половина распадётся. Но это значит, что есть какие-то, которые живут, ну, примерно столько, сколько хотят. По удивительным образом, количество тех, которые должны распасться, то есть должны, которые вот распадутся. Оно поддерживается. Если вы возьмёте большое число атомов, очень большое, то с хорошей точностью прямо вот за период полураспада прямо половина и распадётся. Но ни про кого конкретно высказать ничего не может. Они это делают глубоко, глубинно, индотерминистским образом, никого не спрашивая. И на это вы не можете повлиять. Ну, вы можете, конечно, там, влучить его нейтронами, но это совсем другая история, понимаете? Это значит, не он сам распался, а вы это инициировали. А вот делая вокруг нему какие-то танцы и заставить его распасться, вы не в состоянии. Он это делает по своим собственным законам. А вот Лоуренс Краус, не знаю, знаете его, нет? Ну, я его не знаю лично, но да. Мы брали просто у него интервью, и он говорил, что всё-таки квантовая физика, на его взгляд, всё-таки детерминистическая теория полностью. Пусть это остаётся на его совести. У него наверняка, у него есть наверняка к этому какое-то продолжение истории. Несомненно верно, что равен Шрёдингера. Это удивительно, детерминистическое уравнение. Волновая функция, известная сейчас, известна во все следующие моменты времени, если известна энергия системы. Но радиоактивные атомы, описываемые, в принципе, тем же равеном Шрёдингера, ведут себя как хотят. И таких случаев очень много. И масса наших технологий основана на том, что квантовая механика индетерминистична, что некоторые вещи происходят с определённой вероятностью. Например, вся работа атомных, там, туннельных микроскопов так называемых микроскопов, это не микроскопы, вот, когда мы там рисуем форму поверхности с атомной точностью. Оно основано на туннельном эффекте. Это квантовый эффект, который вероятностный и, кстати, очень близок к радиоактивному распаду. И последнее, что нужно сказать, Солнце горит благодаря индетерминизму квантовой механики. Да, если бы они благодаря индетерминизму иногда не оказывались, протоны, не оказывались по другую сторону потенциального барьера, они не могли бы соединиться, и звёзды бы не горели. Поэтому вот такое макро-проявление, настолько важное для нас, работа существует благодаря индетерминизму квантовой механики. Когда кто-то говорит, что в его понимании квантовой механики индетерминистично, просто нужно разобраться, что он говорит, на каком уровне и что именно имеется в виду. На проявление квантовой механики, как мы её знаем, это индетерминистическая теория. Но причинность не нарушается. Причинность не нарушает. Страх будущего. Блиц. Значит, что счастье лично для вас? Вдохновение, которое вызвано теми или иными средствами. То есть для меня счастье это вдохновение от чего-то, от того, что я могу сделать, сделанного или полученного, достигнутого. А любимая или любимая художественные книги? Ой, я давно ничего не читаю. Из детства. Из детства? Из детства. Жюльн Верн? Нет, наверное, Война и мир. Толстой. Нет, не Толстой, Война и мир. Я знаю, что Война и мир Толстой написал, но не Толстой вообще, а, например, Война и мир. Интересно. Нет, ну, пожалуйста, Станислав Лем, но тоже там не веся какие-то любимые вещи, но это не значит, что я готов ради них с кем-то спорить, биться и так далее. Хорошо. А что такое справедливость для вас? Неопределенное понятие. Для меня это неопределенное ill-defined notion. Неопределенное понятие. Если бы вы были животным, не человеком, а каким-то другим, то каким? Волком? Нет? Это же ваша мысленная фантазия. Нет, это не фантазия. Это вы какие-то ассоциации проверяете, а какой вы уже сделали из Волка? Никакого. Никакого? Какой ты, наверное, уже сделал. Это просто вот, как бы, что вам в голову первое приходит, интересно просто. Я вот, например, мне когда спросили, я такой, наверное, я бы хотел быть пандой, потому что они постоянно спят и едят. А нет, Волк бегает быстро, но может не все, понимаете, теперь он не может по деревьям забираться, по деревьям лазить. Вопрос еще, с кем из людей прошлого и настоящего, с одним человеком вы бы хотели встретиться? Есть такой у вас? О, хороший вопрос. А предположение, что я вдруг освою его язык, и мы с вами хорошо поговорим. Ну, вы знаете, все-таки вот абсолютно потрясающая фигура, это все-таки Ауган Кеплер. Его мать посадили, вражаясь современным языком, по обвинению в колдовстве. Какие времена он жил. И вообще говоря, ей грозили, вполне серьезно было, что ей дадут там даже там не десяточку, а сожгут. и при этом этот человек открыл, сидя на земле, взгляд на солнечную систему, как будто бы извне. Вот мы все рисуем Кеплеровы эллипсы. На самом деле, мы никогда их такими не видели, но мы убеждены в том, что они есть. Вот, конечно, каким образом в этом человеке, видимо, фантастического интеллекта, при страшно низком уровне знания всего, то есть все было неизвестно. И даже непонятно было, какие вещи подлежат по знанию, изучению, какие не подлежат. Так что, может быть, все-таки с Кеплером. Чего вы боитесь, как человека? Ой, ну, настолько всего, что даже трудно перечислять. Но в локальной перспективе потери смыслов. Хотели бы вы жить вечно? Какие предложения на этот счет есть? А нет, ну, просто есть ли у вас такая потребность жить крайне-крайне долго? Нет, вечно или крайне-крайне долго это разные вещи. Хорошо, давайте начнем с вечно. Давайте сойдемся на том, что вечно нет. Окей. А очень-очень долго хотели бы... Ну, вечно совсем нехорошо, потому что математическая бесконечность довольно тупая штука, и слишком много придется пережить. Спасибо вам большое. Это было очень любопытно. У меня, на самом деле, была абсолютно другая структура нашего разговора. Вы так увлекательно рассказываете. Мне кажется, вам нужно завести свой видеоблог. Ну, это зависит от собеседника. Спасибо. Да, спасибо. Друзья, всем привет. Мы забыли записать ставку с конкурсом, но у нас есть для вас призы, поэтому не переключайтесь. Сегодня мы разыграем три книги «Все, что движется. Прогулки по беспокойной вселенной» Алексея Семехатова. Если вы не хотите участвовать в розыгрыше, то можете купить ее по ссылке в описании. Но если вы хотите испытать удачу и свои творческие навыки, то, пожалуйста, участвуйте. И первый конкурс будет проходить в комментариях на YouTube. Нужно придумать вопрос для Алексея Семехатова и добавить хэштег «конкурс». За лучший вопрос мы подарим вам книгу с его автографом и отправим в любую точку мира. Второй конкурс будет проходить в Telegram. И нужно будет просто выполнить условия. Ссылка есть в описании. И третий конкурс мы разыграем его среди подписчиков на Boosty и Patreon. Среди наших спонсоров. Поэтому подписывайтесь, поддерживайте проект и да пребудет с вами наука. У нас в гостях был Алексей Семехатов, доктор физико-математических наук, популяризатор науки. Алексей Михайлович, спасибо вам большое. Отдельная благодарность магистру-джедаю Тиму Колотову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok